У нас сейчас господицы из нынешних сетей будут складываться в году, и у нас есть компания, которая в этом году позволит употреблять, и у нас начинается с восстанавливаемых сетей, а потом, потому что дороги сейчас погадают, вода, и дороги. Когда будет новая сеть? Здесь тоже ты помогал, да? Я выступаю сегодня с Радмиром. Вы на обед остаетесь? Наверное, уже не знаю как. Переговорим? Да, я понимаю. Да, я понимаю. Да, я понимаю. ...выключение инвестиций, рост объемов производства, и по дискуссии способностей для создания рабочих мест. В 2016 году предприятия Нижнекамска, в том числе и малого бизнеса, в целом работали успешно. Показатель отгрузки товаров и услуг оценивается в 4,92,92 миллиарда рублей. Это больше, чем в 2015 году. Львиная доля приходится на градообразующие предприятия, ими выполнена работа на 370,7 миллиарда рублей. Доля предприятий малого бизнеса также растет. В 2016 году бизнесом отгрузка товаров собственного производства составит 18 миллиардов 35 тысяч рублей. Это 119% показателя 2015 года. Средняя списочная численность работников в 2016 году составила чуть меньше 100 тысяч человек. Около 15 тысяч из них заняты на предприятиях малого и среднего бизнеса. Средняя зарплата Нижнекамска в 2016 году продолжила рост, составила 38,987 рублей. Но и то, если брать только градообразующие предприятия, сумма будет еще выше 44,988 рублей. В целом по Нижнекамскому району идет стабилизация на рынке труда. Прослеживается тенденция по уменьшению напряженности. На учете в Центре труда и занятости состоит 1465 человек, что на 14,8% ниже уровня 2015 года. Таким образом, уровень безработицы составил 0,97% численности экономически активного населения, что говорит о стабильной ситуации на рынке труда. В Нижнекамских полянах численности безработных 212 человек. Уровень безработицы в поселке деревского типа 2,69%. Особое влияние на экономику района оказывают градообразующие предприятия. Уже джеклотка нефтихем. В Нижнекамске нефтихем выручка 153,4 миллиарда рублей. Инвестиции 12,8 миллиарда рублей. Индекс промышленного производства 102%. Тайфанкар. Выручка 138 миллиардов рублей. Инвестиции 34 миллиарда рублей. Индекс промышленного производства 101%. Танэкар. Выручка 36,5 миллиардов рублей. Инвестиции чуть больше 2 миллиардов рублей. Индекс промышленного производства 104,7%. Группа компаний Татнефт-нефтехим. Выручка 113 миллиардов рублей. Инвестиции 1,6 миллиарда рублей. Прибыль чуть больше биллиардов рублей. В 2016 году была разработана программа «Помплексное развитие моно-города Нижнегамск». Она включает в себя 53 мероприятия по 16 направлениям. Основной целью программы является создание к концу 2017 года полутора тысяч рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Привлечение инвестиций в более чем 19 миллиардов рублей. Улучшение качества городской территории. Ведь в программу входит предприятие под названием «Пять шаговое устройство», которое реализуется уже сейчас. Активно идет работа по получению для Нижнегамска статуса территории, обережающей социально-экономическое развитие. Предоставление моно-городу статуса ТУСР позволит привлечь крупных инвесторов, в том числе за счет расширения географии поиска новых делов и партнеров. Создание ТУСР на территории моно-города Нижнегамска позволит дивизифицировать экономию города на 5% и снизить долю промышленных предприятий в общепродуктовом объеме от кружной продукции до 62%. Создать 1448 новых рабочих мест и снизить долю занятых на городопродушных предприятиях и технологической цепочке на 10%. С 2016 года в Нижнегамске работает Межведовственная комиссия по повышению уровня жизни и юбилизации доходов. На заседание приглашаются руководители предприятий, которые имеют задолженность по налогам или нарушающие трудовое закладательство. Например, те, кто не выплачивает зарплату или выдаёт её в конвертах. Встречи проходят раз в неделю. В них участвуют представители муниципалитета, прокуратуры и других структур. По итогам, материалы выявленных нарушений направляются в соответствующие органы для проведения проверок. Но главная функция комиссии не гарантина. Здесь помогают разработать план мероприятий, чтобы помочь предприятию, оказавшемуся в тяжёлой ситуации. Сейчас в Нижнекамске функционируют 690 стационарных торговых объектов, из которых 43 крупные торговые центры. В этой сфере занято около 9000 человек. Оборот розничной торговли в 2016 году составил порядка 37 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах на 107,7% выше уровня 2015 года. Для улучшения обеспечения гордости хвост-продукции в двух точках города проходит ярмарки и тольками. Принимают участие представители практически всех структур государственных, региональных и муниципальных городов, но власти, взаимодействующих с малым и средним бизнесом. И сегодня мы с вами имеем хорошую возможность обсудить вместе волнующие предприниматели вопрос определить направление и вектор развития малого и среднего бизнеса нашей территории на среднесрочную перспективу. Нижнекамск является крупным промышленным центром и в большинстве своем ассоциироваться с крупными промышленными предприятиями. В Закаме в общем количестве составляет 33%, ровно треть всего предпринимательского сообщества сосредоточены именно здесь. Кроме того, в малом и среднем бизнесе республики занято 479 тысяч человек. И 152 тысячи, то есть это 32%, это население как раз в Закаме. Оборот малого и среднего бизнеса. Мы здесь берем только юридические лица, потому что по индивидуальным предпринимателям такие данные не ведутся. По итогам 2016 года составил 1,2 триллиона рублей. И здесь третья часть, так что почти 30%, приходится на предпринимателей Закамского региона. То есть значимая часть бизнеса, особенно сосредоточена около крупнейших предприятий нашей республики, находится именно здесь. Финансовую поддержку бизнес получает по различным направлениям. Я тоже хотел бы сказать сегодня несколько таких направлений, которые наиболее актуальны и которые применимы в этом году. Приду в ряд цифр. В 2015-2016 годах финансовые мерные поддержки, это субсидии, займы, воспользовались 209 предпринимателей Закамского региона на общую сумму почти 300 миллионов рублей. Мы здесь считаем только формы прямой поддержки, потому что те, кто брал кредиты, те, кто брал займы, конечно, их значительно больше. По программе корпорации малого и среднего бизнеса, по программе 6.5, которая сейчас становится очень популярной среди предпринимателей, потому что планка для получения кредита значительно снизилась. Раньше было 50 миллионов, сейчас уже 10 миллионов можно получить. Приконсировано 9 проектов, это только за последнее время, на сумму 1,6 миллиардов рублей. Кроме того, успешно реализуются проекты по созданию и развитию промышленных площадок в муниципальном уровне. И далеко, может быть, не самых крупных, но очень эффективных. Мне бы хотелось бы ввести пример площадки Тюличей, Сабов, Новошешминск, Мамадыш и других. Также мы достраиваем сейчас площадки Држановском, Актануйском и Кукурске произведения. Это план на этот ход. На следующий год мы план будем формировать и в декабре изучать новую заявку. В текущем периоде очень важна консолидация вот именно предпринимательского сообщества, потому что малый и средний бизнес за Камской территорией, при наличии таких крупных предприятий, как Нижнекамский нефтехин, КамАЗ, он традиционно имел невысокую долю. Это было понятно. Но та установка, которую сейчас и у руководства страны, и у руководства республики установка на снятие монозависимости. Когда рынки работают, когда основная продукция продается, все идет неплохо, наверное, об этом беспокоятся и не умы. Но в жизни бывает всякое. Поэтому и весь мир смотрит на то, что диверсификация – это основное направление развития экономики. Чем больше мы будем иметь бизнесов, напрямую не связанных с городообразующим предприятием, тем мы увереннее себя можем чувствовать в любой ситуации, как бы конъюнктура ни сложилась. На рынке цен, курсовую валюту и так далее. Для нас это очень важно. Поэтому по инициативе главы Нижнекамского муниципального образования курс вообще экономической политики за последние два года был существенно изменен. Основной взгляд был кинут на развитие малого и среднего бизнеса, повышение его доли в экономике. Я думаю, что все районы, которые находятся в Закаме, ведут такую же политику. Мы ориентируемся на градусы и смотрим на то, сколько средств вкладывается в инфраструктуру. В настоящий момент большое внимание уделяется строительству промышленных площадок. Такую площадку мы должны построить, начиная с этого года, завершить в следующем году и в городе Нижнекамске. Должна стать одна из самых известных и успешных площадок. Я на это очень надеюсь. Потому что, во-первых, она будет рядом с крупнейшими предприятиями. Во-вторых, большой рынок. Ну и в-третьих, инвесторы, которые мы смотрим сейчас, уже притягиваются к этой площадке, они находятся не только в Нижнекамском муниципальном районе. Сам регион интересен. Интересен состав, кадровый состав людей, которые здесь работают. Поэтому я призываю и другие муниципальные образования обратить на это внимание. Те, кто еще не занимался политикой развития небольших промышленных площадок, уделить этому должное внимание. Потому что здесь есть средства и федеральные, и республиканские средства, которые мы можем вложить в этот бизнес. Любые направления поддержки, инфраструктурные, финансовые, какие бы то ни было, они не приведут никакому результату, если бизнес не будет подготовлен. Начиная с того, что не будет хорошей бизнес-планы, не будет хорошей заявки в банки, в фонды. По статистике, которую мы ведем с фабриками предпринимательства, вы знаете, огромное движение образовательное, около 80% начинающих бизнесов так или иначе завершают его. Только по причине негативности и ведения недостаточной информации. Поэтому сейчас особый упор государственной полиции уделяется обучению предпринимателей. Я уже назвал такой проект, как фабрика предпринимательства. Мы проводим его сейчас практически во всех муниципальных образованиях. Кроме того, вы знаете, в прошлом году многие из вас были участниками проекта «Бизнес-класс». Совместно с Сбербанком и компанией Google мы реализовали. Его 15 тысяч у нас проходит это обучение предпринимателей. В этом году мы продолжаем этот проект. Много других направлений обучения, такие как бизнес-десант и другие. Я также прошу, я обращаюсь к главному муниципальных образований, к бизнесу, чтобы активно участвовать в этих проектах. Особенно те, которые мы субсидируем за счет государственных средств. Потому что без получения качественного образования, навыков, конечно, мы такие проекты, особенно на промышленных площадках, реализовать не сможем. Также хотелось бы обратить ваше внимание на недавно введенный ресурс корпорации МСП, как бизнес-навигатор МСП. Многие считают, что этот проект достаточно стандартизирован. Невозможно сделать по нему свой бизнес. Но я хочу обратить внимание на то, что это большая кладезь информации для получения вообще сведений о городе, об инфраструктуре в городе, о политике, о конкурентах. И этим ресурсом, конечно, надо пользоваться. Кроме того, этот ресурс был очень внимательно отработан со всеми банками федеральными. И для получения кредита можно сформировать свой бизнес-план, прямо не отходя от своего компьютера. Обратите, пожалуйста, внимание на портал бизнес-навигатор МСП. Посмотрите его. Если какие-то будут предложения, замечания, мы всегда можем их принять. Андрей Геннадьевич, директор форума, присутствует здесь. Всегда сможем что-то там поменять. Хотелось бы также рассказать вам о том, что одной из форум поддержки взаимодействия с предпринимателями является у нас открытие многофункциональных центров. Эти центры мы открываем, вы знаете, везде, но у нас существует всего 5 центров специально созданных для бизнеса. Здесь тоже несколько слов хочу сказать о том, каким эталоном будет этот центр. Вот Нижнекамский центр, я считаю, это эталон. Почему? Потому что и городская администрация, и весь консалтинг в отношении бизнеса расположен в одной точке. Не надо никуда ходить. Если там находится торговое отдело или по размещению рекламы, конечно, это будет точкой тяготения предпринимателя. Я призываю другие муниципальные образования на это обратиться. И обращаясь уже, наверное, Ильдарычу к вам, я хотел бы сказать, что те функции, которые реализуют бизнес-угубаторы и корпорации МСП, нам надо, конечно, активнее использовать и в нашем созданном многофункциональном центре. От этого он станет только интереснее и будет привлекать больше предпринимателей. Теперь несколько слайдов, которые прошу поставить. Хотел бы рассказать о тех программах, которые реализуются прямо сейчас. Ну, Лизинград в этом году, да? Первый транш Минэкономразвития направлен по Лизинграду только на моногорода. Мы, конечно, ожидаем второй транш, чтобы поддержать сельскохозяйственные районы. Но что сейчас и нет? То есть шесть моногородных республики участвуют в этой программе, в том числе Нижнекамск, и Ширны, и Ламога. Минэкономразвития уделяет и решению одного из насущных проблем, это кадровое сопровождение бизнеса. Все мы знаем, что сегодня подготовка высококвалифицированных технических специалистов двигается одним из ключевых направлений для дальнейшего развития. И в этой связи та работа, которая ведется по созданию ресурсных центров в республике, сегодняшний день их создано 20, и в ближайшее время будет создано еще порядка 13, вместе с крупными промышленными предприятиями. Кроме того, наш ключевой проект это чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году. Вся та инфраструктура, которая создается и под этот чемпионат, она создается не только для проведения этого события, которое, безусловно, является важным с точки зрения медийного сопровождения развития региона, но в первую очередь это рассчитано на то, что та система специальных центров компетенции, ресурсных центров, оборудование, которое на сегодняшний день закупается, экспертов и рабочих групп, которые работают и готовят по самым современным стандартам сегодня специалистов, эта система, она сохранится и позволит на долгие годы вперед обеспечивать нашу промышленность, наши инвестиционные проекты высококвалифицированными рабочими кадрами. Поэтому применение всех вот этих инструментов в комплексе, как финансовая поддержка, поддержка продвижения, кадровая поддержка, при непосредственной ежедневной работе администрации городов и районов, по снятию различных административных баринов, при работе с крупными компаниями и решении вопросов участия малого и среднего бизнеса в кооперации. Вот такой комплексный подход, он дает уверенность в том, что тот потенциал у малого и среднего предпринимательства, который на сегодняшний день есть в Заканнском регионе, он будет в полной степени реализован. И сегодняшний съезд, в том числе, является хорошей площадкой для обсуждения, в том числе и острых вопросов, обсуждения которых мы уже начали и видим сегодня, и обмена идей, и для запуска новых проектов. Я бы хотел пожелать удачи в проведении сегодняшнего съезда, также удачи всем предпринимателям в реализации новых инвестиционных проектов, ну и пожелать, чтобы сегодняшний первый съезд предпринимателей Нижнекамского района, он стал уже теперь традиционным. Спасибо. Хорошая промышленность, хорошие люди и вообще Нижнекамске было здорово. Пожалуйста, первый слайд. Ну вот, я хочу остановиться по нефтегазохимическому комплексу, потому что здесь сидят люди, которые профессионалы, которые поймут с полуслова некоторые длинные названия я буду пускать. Я просто понимаю, что здесь люди, и здесь наука сильнее, бизнес хороший, и, значит, понятия, следующий слайд, пожалуйста, для меня самому. Вот посмотрите структуру нефтегазохимического комплекса. Значит, производство пластмассовых изделий растет на не очень большими темпами. Химическое производство растет по сравнению с 98-м годом, значит, с 17 до 25 процентов. Несмотря на то, что там нефть, добывают нефть и пассивные структы, его по сравнению с сегодняшним 17-м годом падает. А производство продукции, значит, топливной, значит, бензинки, растет и дизельное топливо растет. Это о чем говорит? О том, что мы наконец-то начали перерабатывать собственное сырье. И все, та нефть, которая производится в республике, будет перерабатываться. Но вот здесь есть очень большая сложность. Это один из главных тяжелых вопросов, который говорит о том, что в связи с тем, что вот тут же Германию взять и в 2030 году мне сказали, что ни одного автомобиля на дизельном топливе они вновь разрешать не будут продавать в Германии. То же самое говорит Норвегия, то же самое говорит Голландия и Эмират и все те страны, которые занимаются нефтепроработкой нефтепоработкой. Что же нам делать тогда с керосином, с дизельным топливом и с бензином? Что нам делать? Это целая очень большая проблема, которую я постараюсь вместе с вами о фиге рассказать. Ну вот по кластеру, тут уже и мэр Бородовного сказал, и министры сказали, действительно Камский инновационный территориально производственный кластер развивается, продолжаем развиваться, есть свои сложности, есть свои плюсы. Вот обратите внимание, вот Камский инновационный кластер, значит, схема к операционной связи. К операционной связи создали не участники кластера, создали ее еще, начиная 50 лет тому назад. Я всех поздравляю, действительно большой праздник по Нижнекаму, скоро 50 лет Нижнекаму, Невтихиму и другим предприятиям. Ну вот посмотрите показатели развития кластера. Я только одну цифру не имею. Вот, значит, развитие инноваций. Инновации, понимаете, это самая интересная и сложная задача, потому что перспектива экономика знаний и предприятий, которые основаны на знаниях, будут гораздо интереснее и они будут развиваться активно. Вот по нефтепродабатывающему комплексу, про Танеку уже говорили, действительно, я вас всех поздравляю тем, что сейчас в Нижнекамске не производится, на Танеке не производится мазут. Понимаете, сжигание мазута это очень сложная экологическая проблема. Там столько новых, неинтересных, страшных, значит, соединений появляется, которые влияют на здоровье. Понятно, что каждый девятый человек там умирает от разных болезней, да, тяжелых, но, значит, основная причина это все-таки автомобили. Автомобили, которые, значит, от NOx, которые есть в нефтях и которые получаются при сгорании, они действуют на организм человека. Поэтому все эти вот, это, те действия, которые принимает Запад, именно связаны с экологией. Значит, ТФНК тоже самое делает большую работу, буквально, я думаю, там, в мае месяце, значит, господин Шабанов здесь, значит, тоже будет пуск, и тогда освободятся наши нефтеперабатывающие заводы от такого грязного продукта, как мазут. Потому что российское правительство сделало прекрасное, значит, постановление, что мазут стало невыгодно продавать. Вот я считаю, что российское правительство правильно сделало, и таким образом не только предприятие Татарсана, но и всей России действительно работает в этом направлении. Ну вот, для специалистов блок-схемы Танека, значит, какие у нас плюсы-минусы, сколько у нас будет бензина. Дизельное топливо будет больше 7 миллионов тонн в ближайшие годы. Что делать с этим дизельным топливом? Вот мы обратились ко всем предприятиям, ко всей науке российской, российской академии наук, предприятий, которые работают. Что нам делать с дизельным топливом, если его не будут покупать? С бензином понятно. Строй этиленовые установки, строй реформинги, делай ароматику. Химия, она безгранична. А вот что делать с дизельным топливом? Вопросы. Поэтому я тоже обращаюсь к вам, что нам делать в перспективе с дизельным топливом. Обращайтесь, будем вместе думать, обсуждать. Сейчас мы ищем решение на эти вопросы. Я хочу сказать, что господин Бекмурзин здесь. Я думаю, буквально недавно прошли собрания акционеров в Таифе, есть предположение, что все-таки выберут они наконец подрядчика, не подрядчика, а лицензиара, потому что этилены катастрофически не хватает в России. Несмотря на то, что Татарстан является крупнейшим производителем, этилена не хватает. Нижнекамский химик из-за бренда 333 тысяч, из-за материнства 60 тысяч, формальный лиц 100 тысяч. Это те цифры, которые требуют огромного труда нефтехимиков, потому что все эти цифры, они только на бумаге красивые, а так, для того, чтобы достичь этих цифр, необходимо очень активно работать. Селикон в Казани. Туше, если у нас свои сложности, хотели сделать российский селикон, его нет в России, значит, в ближайшее время будем снимать эти вопросы, значит, необходимые, потому что здесь тоже появляется целый кластер, перспективные направления его использования. Такая фирма, германская Carpac, производит с него порядка трех тысяч различных номинований. Все сырье, которое мы сейчас используем в России, все покупное, поэтому этот проект очень эффективный. По лапу и по новым президентам я тоже хочу сказать, что все те производства, которые есть, многие, вот в Нижнекамске вот я беседую, многие не знают, какие там продукты производятся. Понимаете? Есть углеволокно, есть стекловолокно. Вот стекловолокно говорили, ай-яй-яй, как мы его построим на 20 тысяч тонн, что мы его будем делать? Сейчас, значит, не хватает этого стекловолокна, собираем это строить еще на 50 тысяч тонн. Полиэтилент и рифталак, значит, здесь у нас нефть, и, значит, Акбар занимается этим продуктом, я считаю, его надо тоже толкать. Происводство линейных алкилбензолов. Вот из каросина необходим вот этот продукт лап. Вот недавно я побывал в Западной Сибири, значит, есть совместная производство «Газпромнефти» и «Шелла», там они как раз используют линейные алкилбензолы для увеличения нефтеотдачи. Что такое нефтеотдача, вы сами понимаете. Значит, увеличь на 1% и ты станешь самым известным человеком. Производство сверхвозокомолекулярного полиэтилена. Несколько раз его нижнекамцы обсуждали, нижнекамские хотели его построить. Значит, для чего этот нужен сверхвозокомолекулярный полиэтилен? Он нужен в первую очередь для промышленности и для медицины. Потому что многие вещи, значит, есть разработки российских ученых и иностранных ученых, нужен сверхвозокомолекулярный полиэтилен. Мощность его хотя бы 1000 тонн, или 2-3 тысячи тонн в крайне необходимый продукт. Про скепт я говорить не буду, он нужен. Значит, полиэтилен и смогу нужны. Все это, значит, для специалистов. Я всю эту презентацию выставляю по дорожной химии, по переработке каучуков. Вот актуальны вопросы, связанные по полимерно-мёздочке. Вот обратите внимание, 89-й год и 2016 год. Значит, начиная с 400 тысяч мы увеличили до 1,666 миллиона. Это новые продукты, это поликарбонат, это заслужка казанер-синтеза, АБС-пластик, значит, полистирол. И вот проблемы переработчих плазмасс. Я считаю, вот тут мы написали несколько разных направлений, но самое главное, это то, что нет кредитов. Я вот обращаюсь к правительству нашему, обращался я к президенту, и, значит, дело в чем? Дело в том, что здесь люди, которые понимают, как нужно перерабатывать, у них есть десятки разных проектов. То, что мы видели сегодня на выставке, то, что у народа есть мысли, но нет возможности взять кредит, это, конечно, самое страшное дело. И поэтому можно говорить из трибуны, откуда угодно, будут кредиты хорошие, удобные, тогда можно работать, и тогда уже можно и спрашивать людей. Ну, и классификация современных полимеров. Я тоже несколько раз поэтому говорю, что те продукты, которые выпускаются сейчас, АБС, там прочие, полиэтилен, полипропилен, это уже продукты, которые сейчас практически, можно сказать, ну, хватает, не хватает полиэтилена, конечно, в любом случае, несмотря на то, что вот полтора миллиона будет сейчас западной Сибири Сибур делать, все равно нужны новые современные полимеры. Такая наука, как Нижнекамск, нефтехимия, значит, Натанека, необходимо посмотреть все эти направления, потому что все те полимеры, которые, вот синяя часть, голубая, красная, это наши полимеры, которые мы выпускаем, а наверху, они крайне нужны, нужны для медицины, нужны для этого, вот я здесь несколько, вот полисульфонов, полиэфиркетоны, полиэмиды, вся химия известная, необходимо просто приложить мозги, и надо начинать работать с небольших производств. Я думаю, это для малого бизнеса, наверное, это очень сложно, только на базе Нижнекамской химии все эти полиэфиркетоны, 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 все это можно сделать, и мне кажется, надо выбрать один-два направления, это я к господину Бекмурзину обращаюсь, посмотрите, пожалуйста, и надо начинать науку привлекать, задачи ставить, и после этого, ну вот полиэфиркетоны, крайне необходимые, есть мономеры, которые есть, ну можно которые найти в Нижнекамске, инновационные по умным полимерам, по электропроводящим полимерам, ну по альтернативным источникам энергии. Ну вот посмотрите, пожалуйста, почему, значит, электромобиль Илон Маск сделал революцию, потому что, значит, поставил эти машины, они абсолютно не дают никакой выброс, потому что по выбросу, значит, действительно очень много разных мнений, там где медицина сильная, там где исследовательская лаборатория, они действительно говорят о том, что все-таки выбросы автомобиля, это самое страшное. Поэтому, значит, вот инфраструктура, значит, вот КАМАЗ сделал электробусы, да, в рамках классера, значит, действительно, значит, сейчас необходимые средства, и КАМАЗ дальше будет продолжать эти дела делать. Природный газ в качестве моторного топлива. Ну вот, понимаете, все-таки вопрос экологии, они определяющие. Значит, 16 миллиардов долларов Вольсваген заплатил американцам за то, что они, значит, неправильно показывали или обманули людей о том, что выбросы у них там очень низкие. Вот эти 16 миллиардов они сейчас делят между штатами, и там, где было много Вольсвагена, вот Оклахома получила там 18 миллионов долларов. И они все, эти деньги, значит, принято, у них все используют в качестве топлива, используют природный газ. Ну, в качестве моторного топлива. Вот сейчас у нас в Татарстане строится, значит, установка по сжижению природного газа. Одна будет в ближайшее время в Алабу, и вторая будет, значит, по, в этом, в Чистополе. Я считаю, что, значит, в перспективе, если мы перейдем на природный газ, это действительно здорово. Я знаю, что, значит, мэр вашего города активно этим занимается по компромированию газов, но сжиженный газ природный, это все-таки перспектива. Ну, вот наша существующая сеть и водородная энергетика. Знаете, Нижнекамс, Нефтиево, Танека и Таифенка, выпускают, значит, по подсчетам, где-то порядка 2,5 миллиарда кубов водорода производят в город. Это огромные цифры, по-моему, нигде нет, в России сколько делают водорода. Значит, сделать водородную энергетику, на базе водорода делать топливные элементы, и на базе этих топливных элементов развивать автомобили, значит, транспорт. Вот смотрите, автомобили, значит, подводные лодки, автобусы, и на топливных элементах судовые энергоустановки. Водород вообще является топливом 21 века. И мне кажется, Нижнекама, Татарстан, вот я к съезду обращаюсь, посмотреть еще раз на водородную энергетику. Это очень перспективное направление. Вот прогноз развития мирового рынка легковых автомобилей до 50-го года. Мы сейчас по белой книге, значит, заканчиваем эту работу. Я думаю, ее закончим где-то в мае-июне, и мы передадим этот документ, значит, по перспективным работам в этом, в мэрию Нижнекамска, чтобы посмотреть, каким образом дальше развиваться. Химия, она безгранична. Вот мы говорим, крупнейший в Европе нефтехимический комбинат. Нижнекамский стихим. Да, все правильно, он большой, он хороший, но продукцию выпускает он, ну, я не знаю, господин Лорионов может меня поправить, но не больше, не более 600. В АСФ, тоже крупнейший в Европе нефтехимический комбинат, выпускает 8500 различных номинований. У нас, если говорить 1000 или там 600, понимаете, какой резерв. Надо работать и продолжать эту работу и развивать малокомнажную семью. Спасибо большое. Все, что может сделать государство, муниципалитет, оно называется предоставлять льготы и преференции. Льготы по аренде, льготы по налогам, льготы по лизингу, льготы по созданию бизнес-планов, помощи. Все льготы и преференции. И вы обратите внимание, что большинство докладов говорит о том, что все хорошо. Знаете почему? Потому что уже трудно. Водофонин молодец. Он придумывает, сидит схемы. Что еще можно втолкнуть в эту корзинку, которая называется льготы для бизнеса. Ну и придумывает, и вталкивает. А вот правой корзинкой, а их, понимаете, всего две. Нету третьей. Льготы и преференции, либо доступ к закупкам и продажам регулируемых организаций. Регулируемые организации это там, где государство, муниципалитет может принимать регулирующие решения. И то, что мы сосредотачиваемся все всегда и всюду на левой корзинке, ну кажется, уже все бизнес насытился. Уже десятки тысяч людей получают льготные субсидии. Уже десятки, сотни тысяч предпринимателей получают льготы по аналогам. Ну, когда я был молодым, и была коммунистическая власть, то была такая шутка подпольная, антисоветская. Спрашивали, что постоянно происходит вокруг нас, а мы этого не замечаем. Ответ звучал так. Рост благосостояния советского народа. Все они у нас считывались, но мы его не замечаем. Сейчас эту шутку говорят, что происходит вокруг нас, а мы не замечаем, и помощь малому бизнесу. Все говорят о помощи, а мы ее не замечаем. Вместо смеха тут должны быть аплодисменты. Я это говорю к чему? Ну вот 13 лет моей жизни президента у Казани. Особенно сейчас, когда Артем Алексеевич стал министром экономики. Несколько глав, я их по пальцам могу перечислить, один год сидит один из этих глав, которые действительно поняли, и даже считаю, что я про вас так пальцем показал, извините, которые поняли, что на самом деле надо заниматься второй консентр. И когда 13 лет назад, тогда премьер-министр, президент наш Усам Мургалевич Механов сосредотачивал вот на этом. Обеспечь доступ, он мне сказал. Вы знаете, нам повезло, что одна из пяти федеральных электронных торговых площадок, я подожду человеку, надо срочно поговорить по телефону, я ей мешаю. Одна из пяти электронных торговых площадок федеральных заказ.рф.ру, это площадка, созданная в Татарстане, созданная в нашем агентстве, и вокруг нее мы сделали вот эту ромашку, что, собственно говоря, такое обеспечить доступ? Это учить и информировать. Учить и информировать. Я согласен с тем, что сейчас говорил Игорь Рейш, у политологов есть такой термин, ядерный порог. Это когда человечество получает инструменты технологические, но еще идеологически не готово их применять правильно. Ядерный порог, это когда бросили бомбу на Хиросин, не надо писать. Человечество столкнулось с проблемой, что технология есть, а понимания нет. Это так глубоко. А у нас на самом деле, понимаете, у нас нет навыков. Большинство предпринимателей нет навыков. Как это сделать? Как работать? Мы сделали один из ресурсов. Он называется SMB, Small Medium Business. ТОТИС, нашей большой системы ТИСовской. И он состоит, собственно, из двух разделов. Вот этот раздел основных. Там много всего. И все то, что описывал Афонин, там есть документально. И выход на бизнес-навигатор, который, наверное, нужен, я не знаю, только через него можно узнать, где парикмахерскую. Ну, что сам ты же не знаешь, навигатор тебе подскажет. Наверное. Ну, я не знаю. Не буду оценивать. Вот этот раздел информационный. Подпишись. Бесплатно все. Устанин Галич платит за то, чтобы это работало. Не только для татарстанских, но и для всей России. Подпишись. Стань резидентом. Скажи, я выпускаю стаканы, микрофоны и кликеры. Где в России вчера возникла потребность в стаканах, микрофонах и кликерах? Или хотя бы не во всей России, а в Калининграде, в Волгограде и Владивостоке. Моя почта такая. И будет тебе на почту каждый день приходить вот эта опубликованная потребность. И с официального сайта России, и еще с 37 узловых ресурсов гигантских предприятий. Там Росатом, Ростех и так далее. Вторая часть. Это наши университеты. Наши семинары, агентства госзаказов вместе со специалистами Минэкономики Татарстана. Каждую среду и четверг в 11 часов в Большом зале Министерства экономики проводят семинары. Для предпринимателей. Как на кнопки нажимать, как документацию составить, как участвовать. Информируй и обучай. Информируй и обучай. И даже видео университет. Ты можешь заказать там тему. Там размещены ролики, как работать. Но ты можешь написать там. Ребята, я хочу узнать комментарии по 31 статье 44 закона. Наши люди прочитают. А вот смотрите. Вот эта схема. Да, вот я сказала. Скажи, что ты выпускаешь. Закажи рассылку. Тебе рассылка будет приходить. Ну, всего 9 тысяч. Ну, сегодня будет ровно 10 тысяч. Вот, Артем Алексеевич, мы вернемся. Будет ровно 10 тысяч. Я вчера уходил на 9,976. С приростом в 30 человек в день. Ну, и всего 10 тысяч. Ну, правда. Из 6 с лишним тысячи татарстанских. Вот, смотрите, я вывел на экран. А сколько подписок. То есть, ежедневно мы рассылаем. Вот только в Татарстане 32 тысячи информационных сообщений по этим адресам. А результат? Есть результат. Я даже в другой раз не верю, когда гляжу в эти цифры. Неужели я говорю? Ну, да, за 16-й и вот начало 17-го года, первый квартал, в Челнах заключили предприниматели Челнов, не в Челнах, а предприниматели Челнов заключили в России контрактов на 19,700. Ну, и в Нижнекамске на 4 миллиарда. Сейчас Эйдар Ильич сказал, ну, спасибо, получили 24 миллиона рублей помощи, а то, что 4 миллиарда контрактов заключили, с них налоги выплатили, в парикмахерскую пошли те, кто зарплату получили. Вот ресурс, который, да, вернувшись вот к этим цифрам, а представляете, сколько есть предпринимателей, которые бы могли совершенно бесплатно воспользоваться вот этим, научиться и принять участие в закупках регулируемых организаций. Вот это наша федеральная площадка и цифры по ней. Вот это наша 223-я площадка и цифры по ней для закамской зоны. Ну, смотрите, на 223-й и всей закамской зоны только 5-я. Это плохо, господа. Никто вам, бизнесменам, не принесет на блюдечке кредитную карточку золотую с безлимитным снятием. Бизнес – это тяжелый путь. Я сам директор, я знаю, что такое бизнес. А уж те директора, которые тут сидят, значительно больше знают. Но если вы хотите чего-то заработать, то работать надо. Просто работать надо. Никто же не принесет. Мы не можем регулировать деятельность домохозяйства. Да, нету разговоров про парикмахерские, фитнес-залы, столовые частные. Я говорю только о доступе к закупкам. Знаете, сколько уходит на сторону Татарстана? Более 35%. Денег регулируемых заказчиков, регулируемых организаций уходит за пределы Татарстана. Не востребовано вами. Ленитесь, не умеете, не хотите, ноете. Четыре глагола. Попробуйте поспорить со мной. Цифры вот эти. А смотрите дальше. Мы запустили державную площадку. Это такое идеальное. Ну, я много лет занимаюсь этим. Да, и считается, что я что-то в этом понимаю. Мы сделали площадку совершенно другого типа. Сейчас вот, если кто будет участвовать у нас в секции, я буду о ней говорить. Упростили, обеспечили доступность. Изменили, отменили для площадки 26-ю статью закона. Нашли способ. И 31-ю статью. Это две статьи вредные. Я говорю это со всех трибун. 26-я статья федерального 44-го закона говорит, я против малого бизнеса. 31-я статья говорит, я против поставок качественной продукции в госзаказе. Две вреднейшие статьи. Их отменять надо. Ну, вот сейчас опубликовали вчера постановление правительства. 14-го числа Медведев подписал, Дмитрий Анатольевич, постановление о том, что идеология госзаказа передается из Минэкономразвития в Минфин. Не знаю еще, кто будет заниматься в Минфине, но знаю, что это будет лучше все равно. Хотя мы будут слушать людей с земли. Когда вот мы говорим, отмените 26-ю. Измените ее. Откройте бизнес у малого доступа к закупкам. Ну, это для специалистов, но поверьте мне нас. А вот смотрите, значит, на этой самой площадке цифры. И построй материалы, по продуктам питания, по прочим. А вот сюда я свел. Вот смотрите. 15, 10, 5 участников. Где остальные? Даже по рассылке их там в Нижнекамске, ну в Челнах не виднее, 600 штук организаций получают рассылку, подписанных. А на бирже принимают участие 15. Остальные где? Чего ждут? Дорогие мои. Ну, правда есть. И даже сейчас пользуюсь там нашей давней договоренностью, что мы в Нижнекамске пробуем все первое. Ну, в Альметьевске мы попробовали первое строить материалы, но все остальное в Нижнекамске. Вот и мое предложение. Может быть, действительно мало продуктов питания. Ну, Нижнекамск не такой сельскохозяйственный район, может быть, не знаю. Ну, мало народу участвует. Давайте распространим биржевую площадку в Нижнекамске вот на эти сектора. и подтянем народ, дадим людям заработать. Дадим людям заработать. Я сейчас могу ответить и согласиться, а сказать о том, что мы в этом заинтересованы. Поэтому будем... Как я говорю, получится в Нижнекамске, все пойдут уже дальше. Мы в этом заинтересованы, поэтому принимайте. Спасибо большое. Ну, и чтобы на прощание я хочу сказать. Меня на самом деле, это же очень радует активность Беляева. Меня радует, что... Не испортится человек. Нет, нет, нет. Когда начнем портиться, я так же стрибуну и скажу. Но то, что он не дымеет, поздно заменим человеку. Он не дает покоя моим людям. Мои люди жалуются на него. Это лучшие отца. Все, всем спасибо. Извините за несколько эмоциональных...